Беспорядки в ЮАР, которые продолжались более недели и привели к гибели 212 человек, были спровоцированы. Об этом заявил президент республики Сирил Ромофоса. Волна насилия захлестнула провинции Квазолу-Натал и Гуатенг после того, как экс-глава государства Джейкоб Зума был отправлен в тюрьму. Его сторонники объявили о начале кампании и свободу Зуми и потребовали его скорейшего освобождения. Акции протеста обернулись погромами и грабежами. Совершенно очевидно, что все эти акты насилия и мародерства были спровоцированы и спланированы. Были и люди, которые все это координировали. Мы ищем организаторов и уже выявили многих из них. Мы не позволим анархии и хаосу править в нашей стране. Правоохранительные органы задержали свыше 2500 человек. Идет расследование обстоятельств произошедшего. В настоящее время правительство считает, что ситуация полностью стабилизировалась. В частности, открыты для движения автотрассы, которые связывают Квазулу-Натал с остальной частью страны. Сейчас наши граждане наводят порядок в городах, в государстве. Все это свидетельствует о том, что намерения подстрекателей и зачинщиков беспорядков фактически провалились. Народ встал на свою защиту, сотрудничает с правительством и защищает нашу демократию. Размер материального ущерба, нанесенного торговым компаниям и инфраструктуре двух провинций, еще предстоит оценить.